Мобильный батл реальга арена Free Fire Самая популярная игра для топовых пацанов Залетайте во Free Fire Скажите мне, сколько денег Они на всех этих людей потратили? Перед началом видео по классике Давай сделаем под ним минимум 5000 лайков Прожимай пальчик вверх и смотри ролик до конца Там тебя ждет очень крутой промокод Который дает 1000 алмазов Всем привет, братья и сестры Здарова, отец На связи любимый стример сына подруги твоей мамы Отец Евген Сижу я прямо сейчас, анализирую прошлый год И понимаю, что не у всех он был хреновенький Охуеть не встать Нет, 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 я не про него Я про Гарена Что? 2020 год для Гарены стал просто охренеть каким плодотворным Игра за прошлый год развилась очень сильно Каждый месяц по 10 джекпотов Каждую неделю пополнения По 10 рулеток, по 2 инкубатора Просто пипец Но и еще, они нихеровенько так потратились Да ладно Гарена просто разбомбила своей рекламой весь ютубчик В данном видеоролике я хотел бы посмотреть топ 10 самых дорогих рекламных интеграций 2020 года Между Гареной и другими блогерами И конечно же приблизительно посчитать Сколько в сумме денежек было потрачено Гареной на рекламу Прожимай мне лайкосик и погнали смотреть Где-то по ходу этого видеоролика По моим приблизительным подсчетам а также данным доступным в интернете Такая рекламная интеграция на канале Славы Мэроу стоит от 300 до 500 тысяч рублей Нихуя себе А мы в этом видеоролике будем брать средний ценник 400 тысяч рублей Примерно столько потратила Гарена за рекламу в одном из видеороликов Славы Нихило так Хотя те ценники, которые будут дальше Пушек с пониженной социальной ответственностью, безудержных блогерш и матер... Да Ну давай поженимся с Вавиком Полный кал Не зря потраченное время А ведь мог бы вместо этого поиграть, например... Фрифайр Фанаты Фрифайр, объединяйтесь для участия в невероятном новогоднем челлен... А я на теканях 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 Лайк тебе, Слава, за это Ссылка в описании Красавчики Вау Отлично Девятое место Герасёв На канале Герасёва в данный момент больше двух с половиной миллионов подписчиков Это на четверть больше, чем у Славы Мэрил Поэтому рекламная интеграция у Герасёва обошлась в горении примерно по тому же самому прайсу Плюс-минус 50-100 тысяч рублей Ты чё уже играешь во припай? Да-да, залетай, братан Ну ладно А делают вид, что они типа играют во фрифайр А потом все верят, что у нас Моргенштерн играет во фрифайр А4 играет во фрифайр Я реально не пожалел Фрифайр это всё-таки игра для топовых пацанов Блин, ну слушайте, вот эта вот реклама на самом деле интеграция одна из самых креативных, которая будет в нашем сегодняшнем топе Реально очень прикольно они рекламят и ты смотришь на эту рекламу и ты реально веришь в то, что как будто они играют Вот эти футажи, кстати, интересно, это разработчики им дали или это реально они записывали? 49 тысяч алмазов у него? По-любому Гарена давай им аккаунт прокачат У него золото, какое-то золото или что там за ранг, золото один это вроде, да, 4 медальки Он явно не катал, явно не играл Восьмое место Пушер Этот видеоблогер очень близкий друг Гирасёва Для тех, кто не в курсе, они развивают свои каналы вместе Появляясь друг у друга на каналах чуть ли не в каждом видеоролике Но у Пушера, в отличие от Гирасёва, на 1 миллион подписчиков больше А значит и прайс у него дороже По моим данным, подобная реклама на канале Пушера стоит от 500 до 700 тысяч рублей Считаем средний ценник 600 тысяч А оператор играет в Free Fire Привет, друзья, с вами Пушер И сегодня мы с ним... Блядь, он просто в самолёте летит, камон Я понимаю, что там перестрелка была бы, ага Блядь, ну у них реально офигенное качество рекламы, серьёзно Но смотря сразу две рекламы, сначала от первого, затем от второго Понимаешь, что они всё-таки пиздобовы И никто из них в эту игру до этого не играл И после этого, кстати, тоже никто из них в неё не играет Седьмое место Magic Five Потихонечку приближаемся к рыбке покрупнее Magic Five это канал, который на сегодня развивается с огромнейшей скоростью Более 8 миллионов подписчиков Подобная интеграция, я думаю... Блин, я даже не нашёл примерного прайса Потому что это, если я не ошибаюсь, украинский канал И цены тут наверняка в гривне Смею предположить, что подобная реклама обошлась гареме примерно в 900 тысяч рублей Пиздец Я сыграю в свою любимую игру... Free Fire Конечно У всех ютуберов любимая игра Free Fire У всех У меня тоже Пф, чё там за мод, бля, бежал Ну, блядь, он играет на классике, видимо Боты какие-то, блядь, с ним Посмотрите, у них у всех абсолютно одинаковые аккаунты Золото 1 в рейтинге Стандартно 40 тысяч алмазов У кого-то больше, у кого-то меньше И всё, и всё Медали 0, пропуска нет Везде уведомления Они даже не заходили Ни в джекпот, ни в персонажа, ни в магазин Даже в этот... В элитпасс они не заходили, блядь Они не были в этой игре Они чисто зашли в первый раз И делают рекламу Блядь, это что за бот, блядь? Получай бота, да! Это бот, это просто же бот Когда по боту стреляешь в классике Он начинает от тебя убегать, блядь Он получает, сука И радуется так Не наигр, но даже, вау Шестое место Литвин Литвин, это один из блогеров Который представляет агентство Wild Jam Из открытых источников я узнал, что подобная реклама на канале Литвина Будет стоить заказчику от миллиона рублей менее В зависимости от хранометража и самого заказчика Для Гарена, я думаю, ценник был бы не более миллиона в месяц Вы, наверное, меня спросите Что же я тут делаю, чем занимаюсь Естественно, слежу за монтажом, чтобы все было заедно Да, да, и Free Fire играешь Ага На этом диване я играю в топовую Кстати говоря Ты такой предсказуемый И Литвин футболист сейчас будет повторять Да Что, реально сможешь? Реально повторишь? Погоди На нахуй минус монитор Нет, тоже прикольная интеграция на самом деле Прикольно За такие бабки, блядь, было бы тупо сделать не прикольно Хотя небольшой спойлер Маргин Штерн совсем не прикольно сделал За такие-то бабки Вот она, наша темка, ребятки Смотри правила в описании и залетай в Free Fire Пятое место Маргин Штерн В отличие от своих коллег по цеху Алишер прорекламировал Free Fire в своем аккаунте Instagram Где на данный момент 6 миллионов подписчиков Я не совру, если скажу, что реклама у Алишера На сегодня считается одной из самых дорогих реклам в русскоязычном интернете За подобный пост с подобным видеороликом А также с Алишером был еще и ливен Гарена отдала Моргену минимум полтора миллиона рублей Если судить по его прошлым интеграциям То вполне вероятно, что эта цифра может быть и в два, и в три раза больше Но мы возьмем средний цель Два миллиона рублей Охуеть Алишер, что ты делаешь? Это Free Fire, Аня, Free Fire Я в него играю Это же просто лучший батл рояль вообще в мире, нахуй Вот, самолет, самолет По факту Ну потому что он ссылку не дал Наверное, не три ляма, а два все-таки ему заплатили Самая тупая интеграция в нашей подборке Ничего личного против Моргенштерна Но интеграция реально по факту тупая Я не знаю, почему разработчики одобрили это, но Это реально тупо Чувак просто ехал на съемку клипа, видимо, по пути решил Захуярить интегрейшн Окей Четвертое место He-Man Или High-Man Я не знаю, как правильно Скажите мне в комментах, если знаете He-Man или High-Man А то еще увидит мой ролик, обидит Лично я до этого момента не знал, кто такой He-Man или High-Man Если кратко, это второй Влад Бумага Аналогичный максимально похожий контент Челленджи, приколы и всякая шляпа для детишек Из открытых источников ценник в роликах He-Man Или High-Man, как правильно не знаю Варьируется от 2 до 4 миллионов рублей Я думаю, так же поставим средний ценник 3 ляма Отвечаю Первый раз вижу этого человека Я вообще не знал, что такой чувак ездит Что у него такое количество подписчиков Я в шоке Очень много сейчас людей приземлилось В ту точку, куда я приземлился Никого нету И так же, смотрите Магазин, джекпот, оружие Вообще ничего не открыто Тупо лежат алмазы Тупо одна медалька Он просто зашел в игру Снять рекламу А у него в комментах по-любому сейчас все пишут Вау, ты тоже играешь в Free Fire Уважуха, респект Мечтаю, встретить тебя в катке, братан Блять От первого лица этого перца От, чё, он сказал, от первого лица этого перца Чувак Чувак, это игра от третьего лица От первого лица, только руку с автоматом видно, блять Гарена Зачем вы ему 3 ляма заплатили? Он вам запорол интеграцию, блять От первого лица он играет, ага Какие сюжетные линии, чувак Это Battle Royale, ты сам это сказал Какой сюжетная линия, бро За что тебе деньги, блять, заплатить Какой сюжет, нахуй Тут нет сюжета Хобби Хобби у каждого перца есть Это чё-то, блять, новенькое По боту Блять, это просто самая тупая интеграция От первого лица Охуенный сюжет Чувак, ты точно про Free Fire рассказывал? А теперь 3 самые дорогие рекламные интеграции Третье место Мармок На сегодняшний день этот ютубер считается топ-1 ютубером по компьютерным и видеоиграм А также у которого самая лояльная аудитория Ролики Мармока собирают запредельное количество просмотров А подписчиков на его канале уже почти 15 миллионов Я даже боюсь представить сколько стоит реклама на его канале Это минимум 4 миллиона рублей А может быть и все 5 и 6 Давайте возьмём самый скромный цель 4 ля У Мармока просто интеграция в начале ролика Ну не было то, что он сам играет Там просто прерол Перед видеороликом Коротенькая, маленькая рекламка Но тем не менее Одна из самых дорогих Не скажу, что эффективная Потому что мне кажется Всё-таки реклама эффективная Когда ютубер показывает Что он реально играет в эту игру И его подписчики ему верят А здесь Ну здесь все понимают, что это реклама Тем более в начале, перед началом ролика У него везде Если я не ошибаюсь Да, у него везде пишется реклама Второе место Влад Буман Или просто, как он говорит А4 Как правильно? А4, блядь А, подожди Я кажется понял А А Блядь, пизду просто А4, короче На сегодняшний день А4 это самый знаменитый ютубер В русскоязычном сегме Почти 27 миллионов подписчиков Просто представьте Сколько это Все ролики бумаги Это минимум 10 лямов просмотра Я даже боюсь представить Сколько Гарена Заплатила ему за рекламу Это просто нереальные деньги 10 миллионов рублей Минимум Ну-ка Пара, почему у фада бумаги Всех меньше алмазов? Почему всего 28 тысяч? Зато у него медалек больше Он хотя бы поиграл чутка в неё У него тоже достойная На самом деле реклама Может быть она не так круто сделана Как у Гиросёва и Пушера Но просмотров эта реклама Собрала Триллиард, блядь Это пиздец Сколько на этом ролике просмотров? 12 миллионов Я уверен, минимум 10%, то есть полтора ляма игроков залетели во Free Fire после этого Я уверен в этом И сейчас огромное количество людей в комментах пишут ему Вау, бумага играет в Free Fire, красавчик, мечтаю тебя встретить в игре Итак, вот они 9 мест По самым скромным моим подсчетам, Гарена в сумме отдала за рекламу своей игры на каналах этих людей Минимум 22 миллиона 500 тысяч рублей И это по самому маленькому прайсу Но ребят, погодите, сейчас будет первое место Вот там, вот просто пиздец Мне даже страшно называть эту цифру Первое место Криштиану Роналду Да, это не ютубер, а футболист Но тем не менее, у этого футболиста имеется самая большая на сегодняшний день аудитория в интернете Роналду это не только один из лучших футболистов в мире Но и самый знаменитый человек на нашей планете в данную минуту Это, блядь, самый знаменитый аккаунт в мире А теперь задайте себе вопрос Сколько может стоить реклама с Криштиану? Не просто пост в инстаграме, как у Моргена А целая сотня рекламных промо-роликов на всех регионах Free Fire Масштабный ивент, промо-коды, рулетки и новый персонаж с лицом Роналду Сколько, по вашему мнению, это все стоит? Пишите свой вариант в комментариях А я лишь смею предположить, что у какого-то Влада А4 за просто ролик Гарена отдала 10 лямов рублей А Роналду, эта же самая Гарена, отдала минимум 5 лямов баксов Для тех, кто не вкуривает, почему ему 5, а Владу бумагу 10, объясняю 5 миллионов долларов, это примерно 355 миллионов рублей У меня на этом все, друзья Теперь вы знаете, сколько Гарена потратила в 2020 году Конкретно за эти 10 рекламы Субтитры сделал DimaTorzok